Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 апреля и вот все, томаты ранние у меня все готовы. Высадила две теплицы, теперь пора браться за огурцы. Прямо сейчас пойду замачивать семена для выращивания рассада огурцов ранних, для посадки в теплицу и все вам расскажу. Если говорить про огурцы, то без гибридов. Тут нам, конечно, не обойтись в теплице. Если я про томаты говорю, что я использую только сортовые всегда, чтобы семена собирать, с огурцов я семена не собираю, поэтому сею все подряд. И также в прошлом году насеяла много сортов, хотела за ними последить, дать оценку им, но так как мне семена с них не нужны, и они в конце концов у меня все переплелись плети и перепутались, я не стала даже идентифицировать, где там какой сорт, просто собирали и ели. И в этом году я тоже хочу весь калейдоскоп. В этом году я вообще вынуждена буду сеять все подряд, так как я не смогла в магазин съездить и спокойно повыбирать, купить себе какие-то новые сорта определенные. Пользуюсь прошлогодними остатками. Вот в прошлом году что не досеяла, то и буду сеять. Сеяла зазулю для раннего урожая, остались семена, буду сеять. Потом сеяла в прошлом году внучка, тоже остались, буду сеять. Сеяла вот эти изумрудные сережки, остались, тоже буду засевать. Шоша остался в прошлом году, все хотели услышать мое мнение, но Шоша тоже затерялся, вот в этой огуречной арку я делала, и они все там переплелись. Если честно, они огурцы не сильно отличаются, вот, например, посмотрите на внешний вид, что Шоша, что Бедрета, и я их не различила, где какой, не стала уже заморачиваться, вот директор лежит такой же. Так, скажу так, что зазулю выращиваю ежегодно всегда, для получения раннего урожая. Он мне нравится тем, что у него плод не старится, у него семечек этих почти нет, он такой сладковатый, и главное, что он большой вес, потому что все остальные, которые вот эти корнишончиками, они же маленькие, а этот длинный такой, и как бы для раннего употребления он более выгодный, более практичный, можно с одного огурца салат нарезать. Внучок и Настеньку позже тоже буду сеять, сею тоже ежегодно, но они мне нравятся наоборот, из-за того, что у них маленький размер зеленца, они очень удобные на засолку. Нынче вот попалась мне первый раз, буду от Уральской усадьбы какой-то вот РМТФ1 сеять, может быть, кто сеял, я ни разу не встречала. Вот один тоже от Садов России попался, Уральская дружная семейка. Скажу сразу, никакую определенную фирму я не встречаю, мне вот нравится, огурцы именно по картинке и по описанию выбираю, вот только тоже Уральский дачник, веселая семейка, тоже нынче решила посеять. Какие-то, сразу скажу, что дорогие огурцы, как по 80 рублей, по 100 рублей ни разу не покупала, но нынче мне знакомые подарили фирму Партнер, и хочу все-таки попробовать еще раз, может быть, сумею их отличить, фирму Партнер. Какое-то вот такое вот будет пучковое великолепие, до 400 огурчиков с каждого растения. Конечно, тут немножко преувеличено, но если получится вот такие вот, ни разу в жизни не попадались вот такие пучки, чтобы по 12, по 20 огурцов, как обычно пишут. Так, теперь о самой процедуре. Я иногда, бывает просто даже, два ватных диска смоченных вот так на крышечку ложу, и между ними семена. В этом году я пошла дальше, я вот корейские салатики покупаю, вот так они в контейнерах, и здесь пленка. Я их накопила за зиму, скотчем слепила, я сделала вот такие с закрывашками. Зачем? Потому что я немного нынче запоздала с замачиванием семян, и чтобы ускорить процесс, я буду выставлять на солнце, в теплице, вот сейчас там около 30 градусов, и если я выставлю крышечку, то она у меня за несколько часов, ватный диск весь высохнет, и начавшие прорастать семена, даже вот если они ростки выпустят, и вовремя я не смочу, они могут погибнуть. Поэтому я сделала с прикрывашкой. Также ватные диски смоченные, можно, кто-то смачивает эпином стимулятор, кто-то смачивает с цирконом, там сразу обеззараживание. Я в этом году пошла еще дальше, смочила просто водой. Но это все просто из-за нехватки времени. У меня эта теплица, вот помидорная, которая с подогревом, которая ранняя, она нынче выбила меня из обычного графика. Я же обычно высаживаю томаты в апреле, в конце, 25 апреля. И весь апрель я могу спокойно заниматься. Я вот могу выращивать рассаду, например, огурцов, заниматься пикировкой. А так как я нынче высадила томаты в конце марта, а не апреля, у меня получилось, ну как, начала высаживать. И у меня получился весь апрель занят вот хлопотами с этими томатами. Вот все. Я подписываю первые три. Зазуля, директор, пучковое великолепие. Это значит, что при открывании я увижу, это Зазуля, это директор, это пучковое великолепие. Это чтобы хотя бы на первых порах их не перепутать. Потому что у них разные характеристики. Зазуля очень огромный, очень мощный. Ну, совсем другой. Его нужно высаживать. Я его высаживаю отдельно, там, где длинно тянущийся. И также следующие. Все уже о том, как выбрать огурцы, я только что в теплице сидела, все рассказывала. Чтобы не повторять, не удлинять видео, я просто ссылку на это предыдущее видео скину, вот в описании к этому видео. Единственное, что я напомню еще раз, это не напомнить я не могу, что для раннего, для получения раннего урожая, когда вы будете высаживать, и теплица еще будет закрыта, и пчелок еще не будет, нужно обязательно выбирать или самоопыляющийся гибрид, или портонокорпические огурцы. Потому что некоторые видят гибрид F1, все берут, и ничего у них не получается. А потом мелким шрифтом прочитают, что это гибрид пчелоопыляемый. Он не подходит вот для самого раннего. Видите, написано партонокорпический гибрид. Этот подходит, я вот замочила. Потом здесь. Странно, но здесь вот на первой странице, вот на лицевой, никакой информации об этом нет. И человек, соблазнившись вот на это, может схватить, а вдруг он не то, что нам нужно. Нам нужно прочитать дальше. Вот. Скороспелый, самоопыляемый, ну там дальше пучковый, корнишонный гибрид. Значит, если он самоопыляемый, он нам подходит. Его я тоже замочила. И замочила еще директор. Вот тут хорошо, тут написано прямо на лицевой стороне, что он партонокорпический. Все. Вот если через 2-3 недели я бы замачивала, и уже, даже если для высадки в теплицу, но в то время, когда уже будут двери открыты, когда цветы будут свести, и пчелы будут, тогда можно и пчелопыляемые гибриды брать, тогда можно и сортовые огурцы высаживать, но это только в том случае, если будет все это выращиваться, или при открытых дверях, или вы высадите в открытый грунт под пленку, а пленку потом откроете, чтобы был доступ к пчел. Вот у меня в этом году будет такой, вот тоже, шошу сейчас замочу, остался с того года. Это мне зрительница прислала еще 2 года назад. Я первый год не нашла для него места, второй год посеяла, перепутался с другими. Вот нынче хочу его отдельно куда-нибудь посадить, может нынче я его все-таки отдельно от всех продегустирую и выскажу мнение, потому что некоторые люди смущаются цене 80 рублей. Но вот этот партонокорпический, он тоже подходит для раннего использования, я его сейчас тоже замочу. И вот, еще изумрудные сережки тоже написано ранний, не требует опыления, до 10 завязей в узле, он тоже подходит мне для теплицы. Все, до свидания. Вот огурцы сейчас замочу, и рассада будет выращиваться у меня примерно месяц в стаканчиках, в средине мая я ее буду высаживать. Еще раз повторю, это только для тех, у кого есть теплицы. У кого нет теплиц, но хочет получить ранний урожай, у меня уже спрашивали такой вопрос, а как получить ранний урожай, если нет теплицы? Пожалуйста, выращивание в ведре, вот эта промежуточная передержка в ведре, то есть, когда мы высаживаем в теплицу, я как-то таскалась года три назад с ведром, очень-очень рано высадила, постараюсь найти, если найду видео, я сброшу ссылку. Когда мы будем высаживать в теплицу, то вы, у кого нет никаких теплиц, можете высадить 10-литровое ведро, предварительно туда, или этот пакет с ручками, или какую-то сетку разместив, чтобы потом земляной ком можно было вытащить. И когда настанет пора высаживать в открытый грунт, вы просто возьмете за ручку, за ручки пакет, осторожно вместе с земляным комом вытащите, там два огурца будут у вас расти, выкопаете глубокую ямку в огороде, и этот земляной коп вместе с пакетом туда поместите, а потом пакет осторожно-осторожно ножничками обрежете и снимете. Огурец даже не почувствует этой пересадки, у вас будет очень-очень ранний огурец. Я вот делала еще более рано, сеяла в марте, таскала это ведро то в теплицу, то назад, вот в придомовую, и потом высадила в теплицу, в маленькую стиральную машину, вот раньше была малышка, у нее как такое, как большое кашпо, корпус стиральной машины сломанный, землей, ну как положила туда земли, выложила этот пакетик с земляным комом, 10-килограммовым, засыпала по бокам землей, и это были самые-самые ранние мои огурцы, когда внук был маленький, хотела внука порадовать, а он подошел, первый огурец, удивился такой, пальцем хотел взять рукой, и как уколется этим шипом, заплакал и убежал, и потом боялся огурцов очень долго. Вот такие бывают истории у нас в огороде. Все, до свидания. Иногда ранний огурец приносит не радость, а наоборот разочарование.